15 лет творческой деятельности отпраздновала лауреат международных конкурсов солистка Донбасс-оперы Элона Коржевич. Элону я знаю давно как великолепную солистку прежде всего Донецкой филармонии, потому что эта сцена стала для нее первой концертной площадкой, на которой она смогла реализоваться как великолепная певица. Сегодня она блистательная солистка и Донецкой филармонии, и Донбасс-оперы. Ее голос озвучивают ведущие партии, которые сегодня и в репертуаре Донбасс-оперы, и только впервые звучат со сцены Донецкой филармонии. Донецкой филармонии Безусловно, это какой-то рубеж, это какой-то итог, это какая-то вершина, с которой я могу посмотреть на пройденный путь и увидеть то, что я сделала, и то, что я бы еще хотела сделать. Безусловно, музыки огромное количество и вокальной, и всяческой, и камерной, и оперной, и спеть это все невозможно, наверное, в одну жизнь человеческую. Но я буду по мере своих сил с Божьей помощью стараться дарить новые программы, новые какие-то партии оперные, только чтобы было мир на небо над головой, чтобы Боженька давал здоровье. Ее голос, словно перелив серебряных струн, звучал со сцены Донецкой филармонии. Артистка продемонстрировала широчайшую палитру вокальных возможностей в концертной программе «Преображение мелодии». Артистка продемонстрировала широчайшую палитру «Преображение мелодии» Ровно 15 лет назад я вступила на сцену Донецкой областной филармонии и начала свою карьеру как сольная певица, как камерная певица. Я решила отметить именно здесь, в этом заведении. Почему? Потому что я все-таки начала как камерная певица, и это мой первый родной дом. И эта программа для меня является, наверное, какой-то самой высокой ступенью, потому что я сегодня исполняю инструментальные произведения, те, которые, в общем-то, сложны для инструмента, а голос человеческий, он имеет какие-то ограничения. И для меня, конечно, это очень вот как-то так серьезно, важно и ответственно именно сегодня показать то, чем я владею, какими возможностями голосовыми. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Илона действительно выдающаяся певица. Я помню ее первые поездки за рубеж с конкурсными выступлениями, с гастрольными выступлениями, в том числе в Чешском театре. И тогда еще я комментировал ее выступление как выступление будущей мировой певицы. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сцена – это то место, где человек открывается, и где он имеет связь с Богом, и где он, как медиум, наверное, пропускает через себя в ту музыку, которую вложил автор, и которую он сейчас переносит в сердца зрителей. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот, наверное, в этом все и заключается. Я всего лишь медиум, я инструмент. Я не как артист, я не как человек, который хочет показать себя. Я только инструмент между Богом, между композитором и людьми. Это были ярчайшие номера и мастерское исполнение талантливой вокалистки. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Эту программу Элона подготовила со своим другом, наставником Еленой Трофименко, концертмейстером, великолепным человеком, которая с первого дня в Донецкой филармонии ее работы сопровождает ее на всех творческих выступлениях. Зрители смогли услышать произведения таких выдающихся композиторов, как Бах, Глюк, Гайден, Шуберт, Дебюси, Шопен. Вот эту ступень, которую ты уже завел, на которую ты вступил, нужно все время подтверждать и стараться удивлять чем-то новым. Потому что если человек не движется, не растет, то он не интересен уже, и не публике, и, может быть, даже самому себе не интересен. Поэтому нужно стараться что-то новенькое, что-то интересное, что-то открывать себе, какие-то краски новые, какие-то возможности, какие-то, может быть, драматические эффекты, ну, к чему-то идти новому, стремиться, безусловно. Ну, вот так служилось, и я этому очень рада, я счастлива, что есть возможность получать удовольствие от своей работы и дарить радость людям. Это очень важно для человека. Я горжусь тем, что наша концертная площадка имеет возможность принимать таких мастеров. Я хочу пожелать ей вдохновенного творчества, великолепного звучания, которое сегодня, слава Богу, есть у нее. И, конечно, чтобы ее окружало добро, свет, который и она излучает в том числе, и, конечно, чтобы все было хорошо в ее семье, детки, чтобы были здоровые. Она мамочка большого количества великолепных, талантливых деток, которые тоже, конечно, будут ее гордостью в будущем.